Ощущение легкого волнения, торжественности и преданности своему делу. Здесь молодые фармацевты и провизоры. Они окончили медицинские университеты и колледжи и только-только приступили к работе. Елизавета Курилович родом из мостов, училась в Витебске, по целевому направлению попала в Ворнова. Признается, сначала сильно переживала. Снова привыкать к новому городу, людям, да и первое в жизни место работы слегка пугало. Оказалось, не стоило. Люди приходят, обращаются сразу по имени. Мне это очень приятно. Приятно видеть их реакцию, когда они приходят ищут глазами именно тебя. Ты перманентно помогаешь людям. Люди знают, какой-то специалист, даже приходят домой за светом, звонят. Не просто пришлось и Юлия Курилович сразу после студенческой скамьи на руководящую должность. Правда, пришлось переехать в Жирович, но это нисколько девушку не смутило. Работа любимая, да и плюсов, как выяснилось, более чем достаточно. Сложности возникают всегда, мне кажется. Это даже не зависит от опыта какого-то. Работа с людьми, это вызывает некоторые моменты. Нужно научиться правильно подобрать подход к людям. Люди приходят за лекарственной помощью и от тебя требуют соответствующего настроения. То есть ты должен всегда быть внимательен к ним. 29 молодых специалистов в этом году начали трудиться на Гродненском предприятии фармации. Все они с хорошими базовыми знаниями. Конечно, сейчас для них не самое простое время. Нужно адаптироваться к новым местам, да и в целом к ответственной работе. Но они знают, что могут положиться на старших коллег. А такая неформальная встреча помогает в этом убедиться. Они не одни среди миллионов лекарств. Они могут рассчитывать на помощь и поддержку. У нас очень дружный коллектив, очень большая семья. Они все заботятся о нас, всегда приветствуют, устраивают какие-то торжественные мероприятия. Это немаловажно. То, что они устроили нам такое очень теплое приветствие, приняли нас. Это, конечно, очень хорошие показатели со стороны организации. Потому что они заботятся о нашем досуге и они заботятся, в принципе, о нас. Им уже повезло. Они попали на одно из крупных фармацевтических предприятий страны. Работе с молодежью здесь уделяется особое внимание. За каждым из молодых специалистов закрепляется наставник, который помогает быстро и комфортно адаптироваться на первом рабочем месте. Уже в ближайшее время порадуют ребят и коллективный договор предприятия, который предусматривает многочисленные льготы для тех, кто только что пришел в профессию. В нами предпринимается ряд мер по закреплению молодых специалистов на рабочих местах. Это и возмещение найма жилья, и различные доплаты. И в этом году в качественном введении мы запланировали выплату материальной помощи для специалистов, которые будут работать в районных аптеках сельской местности, вплоть до 200 базовых величин для тех, кто будет заключать контракты на максимальный пятилетний срок. Торжественно принимать свои ряды молодых специалистов фармации уже стала доброй традицией. Ежегодная встреча, куда съезжается молодежь со всей области, позволяет самим ребятам перезнакомиться, поделиться первыми впечатлениями от работы в разных городах, познакомиться с руководителями. Здесь они раскрывают свои творческие стороны. Они понимают, что эти выступления не для галочки, а еще одна возможность показать. Они те, на кого можно рассчитывать. Они справятся со своей работой и будут дальше писать историю одного из лучших фармацевтических предприятий страны фармации. Яна Миличенко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.